Привет, чуваки, это Олесь. Надеюсь, у вас все ништяк. В этом видео мы посмотрим на долгосрочный таймфрейм, недельный таймфрейм по биткоину и спросим себя, что он говорит нам сейчас. Зададимся вопросом, возможно ли это и вероятно ли это, что паттерн медвежьего рынка может быть подтвержден на графике биткоина. Присоединяйтесь. Добро пожаловать на канал. Очень-очень сдержанным. В то время, как многие аналитики говорили, что мы уже в медвежьем рынке, многие аналитики также после того, как биткоин упал на 50% начали сразу называть это медвежьим рынком. Но я так не делал. Я не впрыгивал в последний вагон. И что я говорил вам, это давайте подождем и будем терпеливыми, пока паттерн медвежьего рынка подтвердит нам это. И для того, чтобы увидеть этот паттерн, нам нужно перейти на недельный график. Если вы помните мое предыдущее видео, я говорил, будьте бдительны, будем терпеливыми и дождемся подтверждения медвежьего рынка, чтобы называть это медвежьим рынком. И если вы задаетесь вопросом, что это за медвежий паттерн, посмотрите мое предыдущее видео про эту тему, где я все это объясняю во всех деталях. Но для быстрого резюме могу сказать, что две вещи нужно увидеть. Первое, что ралли отвергается. Вот как мы видим в предыдущем медвежьем рынке, ралли отвергается постоянно от критических мувингов. Это один знак. Второй знак потенциального медвежьего рынка, это вот это. Когда мы видим паттерн такой, он называется перелом рыночной структуры на разных таймфреймах. Помните, ребята, для подтверждения медвежьего рынка нам нужно увидеть этот паттерн пробития структуры не только на дневном таймфрейме, то есть недостаточно видеть, что поддержка не удерживается на дневном или на четырехчасовом таймфрейме, но также на недельном таймфрейме мы должны увидеть этот паттерн. Так что очень важно видеть, как мы ломаем структуру на больших таймфреймах. И сейчас, в момент, это еще не произошло. Если вы посмотрите еще раз на структуру, как я говорил в предыдущих видео, для медвежьего рынка вы должны видеть что-то такое. Сначала сильное падение, которое обрушивает цену ниже 21 и 34-недельной скользящей средней Ямашки, которую мы видели на биткоине. Потом оно отскакивает обратно. Идеально, конечно, чтобы оно отскакивало до 21 недельки. Иногда даже выше цена уходит. Но в любом случае отскакивает обратно, и потом, после этого падает снова и пробивает предыдущую поддержку. Предыдущую поддержку сформированную здесь. И следующее падение, как правило, ломает рыночную структуру и подтверждает медвежий рынок. И это, в принципе, то, что мы видим практически во всех медвежьих рынках, в начале всех медвежьих рынков. Мы видим, как ралли отвергается и ломается структура на недельном таймфрейме. Теперь посмотрите на текущий график на недельном таймфрейме. Первое. Видим ли мы, что ралли отверглась? Да. Конечно. Мы видим на... Смотрите, это недельный график, более глобальный. Но давайте приблизимся, чтобы видеть это ближе. Заметьте, что да. После того, как биткоин сильно упал здесь в два раза на 31 тысячу, этот отскок, это ралли отверглась от мувингов, что обычно называется поцелуй смерти, особенно когда вы отвергаетесь и падаете ниже предыдущих лоев. И... То есть мы увидели, что цена отверглась, это не очень хороший знак. И мы также видели падение тенью здесь ниже предыдущих лоев. Это, в принципе, тоже можно сказать, конечно, подтверждение, но потом у нас был опять отскок и еще одно отвержение. То, что мы видим отвержение ралли, это уже указывает немного на медвежий рынок, но очень важный критерий, очень важный критерий, еще не произошел, не считая вот этих теней, конечно. А что за критерий, так это структура перелома тренда. Перелом тренда должен случиться телом свеч, то есть мы должны закрепиться телом свечей на недельном таймфрейме ниже, чем предыдущая лоу. Сломали ли мы уже тренд на недельках? Я скажу нет. Потому что, посмотрите, огромное падение в цене биткоина, которое произошло, оно повлекло за собой отскок, который дошел почти до 21 недельки. Немного, конечно, странно, что мы не дошли чуть выше этого уровня, и не дошли до него прям. Это знак слабости, кстати, в краткосроке, что мы даже не дошли до него. И потом мы упали снова ниже него. Но это был ложный пробой, как вы можете видеть, потому что нас очень быстро откупили, и мы вернулись обратно. Теперь в чем дело? Мы теперь видим с вами два мажорных уровня поддержки, вот этот лоу здесь и лоу здесь. Эти уровни на 30 тысячах и 28 600. Вот эта зона. И теперь вот эта очень-очень важная зона поддержки. Эти два уровня создают зону очень важной ультимативной поддержки. Это означает, что если биткоин не сможет удержаться выше этих двух уровней и провалится телом свечей ниже, провалится ниже 28 600, если биткоин это делает, тогда да, нам придется согласиться, что мы ломаем рыночную структуру, и это уже посерьезки увеличит вероятность того, что мы вступаем в медвежий рынок. Хочу быть максимально ясным. Я не говорю, что биткоин точно это сделает. Но это то, чего мы должны подождать и посмотреть. Биткоин пытается вернуться выше мувингов, как мы видим. Попробовали сделать отскок и с этого дна, и также вот с этого дна. И каждый раз это не получалось сделать, не получалось пробить 21 недельку. Если вы спросите, почему это важно, да это важно, потому что в каждом бычьем рынке, если вы глянете на 2015-2017 год, мы удерживали 21 недельку идеально как поддержку. Биткоин очень быстро восстанавливался от падения к этим мувингам. Каждый, каждый дамп к этому уровню отскакивал очень быстро. Биткоин не сделал это в этот раз. Вы видите, что биткоин все еще находится ниже мувингов, и уже провел там несколько недель. Это не очень здоровый сигнал, это знак слабости. И, конечно же, что-то может измениться в ближайшие дни, недели, мы посмотрим. Но вот о чем это видео. Ключевой момент этого видео в том, что если биткоин подтверждает этот медвежий паттерн, паттерн медвежьего рынка, то есть падает, отскакивает к мувингам, и потом падает ниже этой поддержки, то есть ниже 28 600 сейчас, вот это будет означать перелом рыночной структуры на недельном таймфрейме и подтвердит медвежий рынок, ребятушки. Если биткоин так сделает, мы упадем ниже, отскочим... Еще раз. Мы уже упали на 30-ку, отскочили на 38. И теперь, если мы провалимся ниже 29-28 тысяч, то, ребятушки, вот этой вот зоны 28 630 тысяч, если биткоин падает ниже нее, то это ломает структуру. Да, я скажу, что это медвежий рынок, это высочайшая вероятность того, что это будет медвежий рынок, и это уже будет феноменальный крышеснос. Вот почему я сейчас настроен нейтрально, выжидающую позицию занял, и не впрыгиваю в последний вагон медвежьего рынка, возможно, который является просто ловушкой медвежи. Вот такой вот расклад, ребята. Если биткоин падает ниже этих уровней... Господи, Олесь все повторяет по пять раз одно и то же, у меня уже дежавю, чуваки. Короче, если биткоин падает вниз, то это будет означать, что медвежья структура... Да, подтверждена, и это увеличит риск того, что мы пойдем вниз. Потому что что означает медвежий рынок? Это означает путь сопротивления, который давит нас вниз, и риск увеличивается в нижнюю сторону, на 25 тысяч, на 20 тысяч. Я не говорю, что биткоин упадет на 25, на 20 тысяч сейчас, но я говорю, что риск того, что это произойдет, есть. В медвежьем рынке этот риск увеличивается. Так что, ребят, вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Надеюсь, это было для вас полезно. И вопрос в том, конечно же, и главная тема, что давайте подождем и посмотрим, сможет ли биткоин пробить эти два уровня или нет, или отскочит конкретно, потому что сейчас это непонятно. Давайте по-честному, нифига не понятно. Есть некая неразбериха, так что давайте посмотрим. Давайте подождем и посмотрим. Вот такие вот делишки. Окей, ребят, перед тем, как я закончу, я хочу сказать, что у меня вышло очень интересное видео. Будет ли обвал фондового рынка в этом году, где я привожу в пример очень уважаемого крутого аналитика и трейдера. И если вам не безразлично, и вы хотите его видеть, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на CryptoCommons, подпишитесь на Олесию и напишите комментарий. Это очень помогает нам, особенно во времена флета и медвежатины. Всем peace out и профита. Субтитры сделал DimaTorzok